Вести Карачаева, Черкесия В Черкесске состоялась отправка к месту дальнейшего прохождения военной подготовки жителей Карачаева-Чикети, призванных в рамках частичных событий. Вроженцев абсолютно из всех районов нашей многонациональной республики провожали не только родные и близкие, но и представители региональной власти. Обращаясь к военнообязанным, министр финансов Карачаева-Чикети, Симурат Суинчев, заверил, что будут сохранены все положенные им выплаты. Будем обеспечивать вовремя все социальные выплаты и смотреть за всеми социальными вопросами, связанными с вашими и с вашими семьями. Удачи вам в добрый путь! С наилучшими пожеланиями, а главное вернуться домой живыми и здоровыми, к мобилизованным обратился главный военком республики Сергей Белобородов. Вы нам все здесь, в республике, нужны живые и здоровые. Уверен, что победа будет за нами, и вы все вернетесь к нам обратно после выполнения своего воинского долга. С 23 сентября на территории страны работает специально горячая линия по вопросам частичной мобилизации 122. Любой гражданин, сам военнообязанный или его родственник имеет возможность бесплатно проконсультироваться со специалистами относительно призыва по мобилизации. Звонок по этому номеру для россиян, звонящих с любого мобильного или стационарного телефона, бесплатный. Операторы службы отвечают на вопросы граждан оперативно. А в некоторых случаях оператор перенаправляет звонок юристам, рассказал сотрудник Государственного юридического бюро Оскар Калмыков. К нам поступает вопрос через общий чат. Оператор получает звонок, точнее сказать, ему задается вопрос. Если оператор на данный момент у него нет ответа, он берет телефон у того, кто звонил, и пересылает вопрос нам. Мы в кратчайшие сроки стараемся находить ответ на данный вопрос. Но все зависит, конечно, от серьезности вопроса. И пересылаем в письменном виде ответ оператору. По словам директора Центра гражданской защиты Борис Билла и Панова, операторы дают ответы на часто задаваемые вопросы по мобилизации. Какие категории граждан попадают под частичную мобилизацию, какие существуют условия для получения отсрочки и многие другие. Наиболее часто задаваемые вопросы у нас, наверное, как и по всей Российской Федерации, это вопрос призыва студентов. Спрашивают, в какой ситуации очник, заочник, магистр, аспирант и так далее получают разъяснение. Поскольку иногда бывают довольно специфические случаи, отсутствие аккредитации у вузов и так далее. Наши специалисты дают эти разъяснения. Часто спрашивают по поводу наличия инвалидностей у самого призываемого. Наличие инвалидности у членов семьи. Даем также разъяснения, в каких случаях гражданин имеет отсрочку, в каких случаях временную отсрочку. При необходимости консультируемся с экспертами от военкоматов и с медицинскими сотрудниками. В прокуратуре Черкеска организована горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Подробную информацию по этому вопросу круглосуточно можно получить по телефону 8 878 2 28 26 24 в рабочее время с 9 до 18 часов, а также по номеру 8 878 2 28 13 18. Запрос можно отправить и на электронную почту прок нижнее подчеркивание черкесксобакамыл.ру. Напомним, информацию по поводу частичной мобилизации можно получить и по горячей линии 122 и на сайте объясняем.рф. В правительстве республики обсудили вопрос развития сети исправительных центров уголовно-исполнительной системы Карачаево-Чикеси, а также создание в них необходимого количества места для трудоустройства граждан, осужденных к принудительным работам на предприятиях и в организациях. В соответствии с распоряжением правительства страны к 2030 году необходимо полностью обеспечить рабочими местами всех граждан, которые имеют право на замену наказания в виде лишения свободы принудительными работами. К работам могут быть привлечены только те граждане, которые отбывали наказание за преступление небольшой и средней тяжести. Так, в текущем году между Федеральной службой исполнения наказаний и правительством республики было подписано соглашение о взаимодействии и утверждена дорожная карта по взаимодействию в части создания в 2022 году не менее 400 дополнительных рабочих мест для размещения осужденных к принудительным работам. В правительстве республики также состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Карачаево-Чикеси. Участники мероприятия рассмотрели вопросы, касающиеся деятельности волонтерских, добровольческих, в том числе молодежных, детских и других общественных объединений, а также нюансы поддержки несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Кроме того, обсудили реализацию инновационного социального проекта по созданию региональных опорных площадок, оказывающих помощь детям с психоэмоциональными травмами. А в мэрии Черкеска прошло очередное заседание городской антинаркотической комиссии. Рассмотрены основные меры по профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения. Одно из направлений работы – уничтожение наркосодержащей растительности на территории муниципалитета. В этом году в рамках операции МАК очаги дикорастущей конопли путем обработки гербицидами, скоса и сжигания ликвидированы на площади более 3000 квадратных метров. Отмечено, что уничтожение сорной растительности гербицидами дает высокую эффективность. После такой обработки она не дает всходы. Члены комиссии ознакомились и с итогами работы по формированию здорового образа жизни у горожан, которая была проведена под руководством Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике городской мэрии. За отчетный период во всех городских общеобразовательных организациях прошли тематические встречи с учащимися. В формате обсуждения эксперты рассказывали аудитории о вреде наркомании, степени уголовной и административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Региональный материнский капитал на четвертого и последующего ребенка в размере 105,5 тысяч рублей за 9 месяцев текущего года получили 359 семей республики. На соответствующие выплаты в отчетном периоде направлено более 38 миллионов рублей. По данным Регионального министерства труда и социального развития, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 43 миллионов рублей. Напомним, оригинальный материнский капитал выплачивается однократно в связи с рождением или усыновлением четвертого или последующего ребенка после достижения им трехлетнего возраста. 14 октября в Черкесске пройдет инвестиционная сессия для начинающих предпринимателей от Росмолодежи Бизнес. Проект позволит снизить уровень безработицы и даст молодому поколению возможность начать построение успешного будущего уже сейчас. Экспертами выступят представители бизнеса объединения региона, общественные деятели, действующие предприниматели с опытом ведения бизнеса и профессиональные инвесторы. После выступлений все участники получат обратную связь, а самые перспективные – инвестиции на реализацию идеи. Перемещение зерна от поля до конечного продукта контролирует региональный Россельхознадзор. По данным ведомства, Карачаево-Чукесия за месяц поставила в соседние субъекты страны почти 10 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила старший государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Зинаида Исаева. В сентябре в Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролированы парки под карантинной продукцией при вывозе с территории Карачаево-Черкесской республики в регионы Российской Федерации. В Краснодарский край направлены парки продовольственной пшеницы в объеме около 6 тысяч тонн. Почти 4 тысячи тонн фуражной пшеницы отгружено в Ставропольский край. В Краснодарский край и Республику Крым направлены семена азимовая чмья сорта луран. Отгрузка производилась автомобильным транспортом в сопровождении карантинных сертификатов, выданных управлением Россельхознадзора после установления соответствия продукции фитосанитарным требованиям. Энергетики Карачаево-Черкесии подготовили к прохождению пика нагрузки на сети оборудования центрального распределительного пункта Дамбай в одноименном горнолыжном поселке. Специалисты филиала Карачаево-Черкесской энергии отремонтировали основное и вспомогательное оборудование. Проведены также все необходимые работы по техническому обслуживанию объекта. Выполненные мероприятия позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение горнолыжного курорта. И вновь факты телефонного мошенничества. 34-летний житель Черкеска рассказал полицейским о том, что ему позвонили неизвестные и представились с сотрудниками банка. Мужчине сообщили, что по его анкетным данным пытаются оформить кредит. Для предотвращения данных действий ему необходимо самому взять кредит в банке. Будучи обманутым, мужчина, следуя инструкциям мошенников, перевел полученные средства на номера телефонов, указанные преступниками, и тем самым лишился 129 тысяч рублей. С аналогичным заявлением в отделы внутренних дел из Джигутинского района обратилась 43-летняя жительница от Джигуты. Женщина перевела мошенникам, находящиеся на ее карте, 96 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. МВД по Карачаево-Чекесе напоминает, что мошенники часто звонят, пишут в сети интернет, представляясь работниками банка и сотрудниками правоохранительных органов. При подобных звонках необходимо под любым предлогом прервать разговор, найти официальный номер телефона организации, откуда якобы звонили, и уже там уточнить информацию. В Карачаево-Чекесе проходит 22-й оригинальный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв» сезон «Искусственный интеллект» одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В течение месяца участники со всей страны будут разрабатывать алгоритм по распознаванию и классификации техники на стройплощадке. Чемпионат по информационным технологиям и искусственному интеллекту – это индивидуальное соревнование для программистов, в рамках которого участники могут решить актуальную для государства и бизнеса задачу. В 2022 году решения задач чемпионатов особенно необходимы, а эти приоритетами стали импортозамещение программного обеспечения и электронной техники, инфраструктуры и облачных хранилищ, а главным инструментом их достижения становится искусственный интеллект. На момент старта конкурса 12 октября было зарегистрировано 213 участников, из которых 53 из Карачаево-Черкесии. Более 14 тысяч саженцев различных пород деревьев будет высажено в Карачаево-Черкесии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Мероприятие стартует уже сегодня, рассказал советник министра природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии Медина Баташева. Акция стартует в Карачаево-Черкесии с 13 октября. Центральное мероприятие пройдет 21 октября, в рамках которого будет высажено чуть более 7 тысяч саженцев различных пород деревьев на общей площади более 10 гектаров. Местом проведения центральной акции станет территория Зеленчугского лесничества в окрестностях аула Козелоктябрь, где участниками акции будет проведена высадка 600 саженцев различных пород деревьев, в том числе посадка 100 саженцев сосны в честь столетия республики. Акции пройдут на территории ряда муниципалитетов. Любой желающий принять участие в масштабной акции может пройти на официальный сайт акции сохранимлес.рф, где размещена подробная информация о локациях, а также инструкция по подаче заявок на участие. В республиканской столице появятся информационные указатели с историческими названиями улиц. Первую из них уже разместили на фасаде здания Свято-Сергиевской гимназии. Он установлен представителями регионального отделения общества «Царьград», рассказывает инициатор идеи руководителя «Царьграда» Денис Струговцов. Это первая в городе Черкесске адресная табличка с указанием действующего и исторического названия улицы. Региональное общество «Царьград» в рамках проекта «Исторические названия улиц и городов» планирует открытие таких табличек по всему городу в целях исторического просвещения горожан. Также «Царьград» разместил адресную табличку с историческим названием улицы на здании Дома профсоюзов в городе Черкесске. На табличке указан фактический адрес крупным шрифтом улица Ленина, 34, и ниже историческое название улица Покровская. Благодарю директора БОУ «Центр образования» номер 11 Елену Владимировну Ляшову и духовного наставника гимназистов Протаерея Сергия Кузнецова за взаимодействие с «Царьградом» по различным проектам, в том числе по открытию первой в городе адресной таблички. В Малокарачаевском районе в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии открылась вторая в республике модельная библиотека нового поколения. Она расположилась на втором этаже Дома культуры. Для удобства посетителей приобретен справочно-библиографический аппарат, включающий в себя алфавитные и систематические каталоги для удобства поиска нужной литературы пользователями. Имеется интерактивный стол, высокотехнологическое средство с программным обеспечением, которое используется для ввода и вывода информации различного характера. Книжный фонд пополнен на 3500 экземпляров отраслевой и художной литературы. Разноуровневые мобильные стеллажи делают пространство современным, интересным, удобным и уютным для пользователей и работников взрослого и юношеского отделов. Ближе к окнам и естественному свету расположена мягкая зона, где посетители могут с комфортом почитать книги. Здесь находится методика библиографический кабинет и отдел комплектования и обработки. Приобретена новая мебель и оборудование, компьютеры, цветной принтер для полиграфической и малоиздательской деятельности, издание буклетов и брошюры и т.д. В читальном зале установлены стеклянные и гипсокартонные перегородки, приобретено интерактивное и компьютерное оборудование, в том числе для слабовидящих и слабослышащих. Для людей с проблемами зрения в библиотеке установлен стационарный увеличитель текста, для слабослышащих приобретен радиокласс. Особый восторг у читателей вызвало подключение к Национальной электронной библиотеке, которая располагает четырьмя миллионами экземпляров книг. В библиотеке организована каворкинг-зона, где есть все для творческой среды в деловом формате. Напомним, первая в Республике модельная библиотека открылась в прошлом году в Ауле Псы Шапазинского района. В школах Республики проходит примерный показ первого профориентационного сериала «Билеты в будущее». Первыми зрителями фильма стали учащиеся школы Черкеска. Сериал знакомит школьников 6-11 классов с различными профессиями и помогает определиться с будущей карьерой. В Карачаево-Чекесе в просмотре примерного показа примут участие около двух тысяч школьников. Кроме того, лента уже доступна для всех желающих на официальном сайте сериала. Героями сериала стали представители разных сфер – медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов, «Билеты в будущее» поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных людей. Ну и последняя информация. 14 октября на сцене Республиканской государственной филармонии состоится премьера спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер водовилей Чехова». Режиссер постановки Вячеслав Бродянский в ролях Виталий Вартанов, Ольга Ивашова, Елизавета Козел, Шамиль Алиев, Софья Смирена, Ибрагим Бастанов и Аслана Стежев. Спектакль создан к столетию образования Карачаева-Черкесии и 95-летию театра. Радио России. Карачаева-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. В горах местами плюс 5-10, в Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 17. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!